К этому проекту нам нужно создать веб-сервер. Что я делаю? Есть очень много вариантов создания приложения, которые работают по сети. Я первым вариантом хотел бы использовать один из готовых фреймворков. Вот он. Один из готовых фреймворков, называется Vertex, и на основе него я хочу показать вам, как работает веб-сервер. Почему я называю не сервер, а веб-сервер? Потому что реально он по вебу как-то работает. Хотя можно и по сокетам работать, и по другим работать. Сейчас я это тоже вам объясню. Значит, давайте первое определим такую вещь, понятие как хост и порт. Вы в реальной жизни, вы знаете, много слов мы берем из реальной жизни. В реальной жизни у нас есть понятие порт или аэропорт. Правильно? И есть понятие терминал. Вот подумайте, аэропорт какой-то, да, у него там два терминала есть. Ну вот, возьмите, там два терминала есть. Один терминал уходит на, к примеру, Дубай, второй в Бангладеш. Вы что делаете? Вы подходите либо пятому, либо седьмому терминалу, там все, багаж и так далее отдаете, и по своему рейсу уходите. Теперь подумайте, если не было бы терминала. Вы взяли, к какому-то любому терминалу подошли, там номеров нету терминала, просто подошли к любому терминалу, багаж отдали, сели в самолет, уехали, смотрите, в Бангладеш. Да, а билет был в Дубай, вот так. Чтобы такого не было, у нас терминалы нумеруются. Порты тоже нумеруются. Ну, в Узбекистане там как, портов нету? Порт это значит, что это местонахождение физическое, географическое, да? У нас там портов нету, мы как бы один из тех государств, там пяти, да, или семи государств, который в океан может выйти только через два других стран, да. Итак, у некоторых стран есть несколько портов. Вот. В компьютерах у нас это, это избирается с IP-адерсами. Тот порт, который мы в реальной жизни знаем, это у нас IP, а тот терминал, который мы в реальной жизни знаем, это у нас порт. Окей? IP бывает три вида. Первый вид – это локальный IP, который работает только в одном компьютере. К примеру, это будет... 127.0.0.1. Вот. Окей? Видно, не видно? Так. Его я прозрачным не умею как-то делать. Видно, да? Вот. Локальный – это 127 по... Вот так вот. Эти все IP-адерса, это данные для вашего компьютера, вы можете создавать несколько IP-адерсов в виде... Ну, для каждого сервиса отдельных. Например, 127.0.0.1 – это один хост, 127.0.0.2 – это другой хост и так далее. Каждый из них называется хостом, хост. Окей? Хост первый, хост второй, там любой можете написать. Вот. Даже можете там взять, там, красивые номера, если вам не нравится, можете написать 127.1.2.3, да? Это тоже ваш. Видите, это третий хост. Окей? Все эти IP-адерса будут расположены на вашем компьютере. То есть, когда вы будете стучаться, ваш компьютер будет отвечать. Вот. Это локальные компьютеры. Есть корпоративные IP-адерса, то есть, которые можно по корпоративным сетям использовать. Вы знаете такие адерса, как... 192.168.0.1, правильно? Знаете 172.16.0.1. И, знаете, 10.0.0.1, да? 192, он доходит до 192, 168, 255, 255. Из этого у вас 1.1, 1.2, они все работают, да? А 172 доходит до... 31, кажется, было. Вот так. Он B-класс, C-класс, B-класс и A-класс. А десятка, она доходит до... Какие? 127. Это A-класс. A-класс. Это B-класс. Это C-класс. Вот так. Знаешь, когда мы сейчас с вами будем тестировать, у нас, как я понял, здесь сетка 192.168, мы через него будем все делать. А все IP-адреса вне этого диапазона, они как бы считаются белыми. Public IP. Окей? Ну, есть служебный IP. Служебный IP, кроме 127, есть 224 IP-адреса. Они тоже служебные, да? Мы с ними не работаем. А дальше публичный IP. К примеру, публичный IP 8888. В общем, популярный. Правильно у вас? Это IP-адрес гугла. DNS сервера гугл. Окей? Так же и другие IP-адреса есть, которые вы используете. Вот. Это IP. А по поводу портов. Порт у нас идет с 1 до 65 тысяч 537 или 36, там вот так было. Вот столько портов у нас есть. Ну, это наше число short, как вы помните, двухбайтовое число. Она тоже будет четной? Да, она должна быть четной. Там 38, конечно, тогда будет. До 4000-го цифры там многие порты уже резервированы под какие-то службы. К примеру, порт 80. Это ACTP. Website есть, который вы используете. Это порт 80. Есть 443-й. Это HTTPS, который через закрытые соединения. Соединяйтесь. В сайтах там пишет the HTTPS. Вот, вот здесь тоже, к примеру, я вот так написал, HTTPS. Еще безопасно. Да, безопасно. Там вот сертификат у него есть. Он говорит, вот сертификат. До 23 февраля, 20-го года у меня сертификат есть. Certified. А если просто заходите, он без сертификата. Есть 21-й, там, FTP, кто с сайтами работал, да? Есть 22-й, SSH, кто Linux'ем работал, управление заходит, через SSH заходите, управляете компьютером полностью. и так далее. И тому подобное. Там есть сервисы под баз данных, под какие-то службы и так далее. А другие порты, они динамически, они могут меняться. Вот. Это понятие порт. Окей? Теперь возвращаемся к нашей задаче. Немножко поняли, что есть такое понятие, как IP и порт. IP порт, они вот так вот пишутся. Сначала IP, две точки, потом порт. Что это означает? Что один компьютер может у себя держать один какой-то IP, правильно? И с этого IP он может обслуживать несколько служб. Вот подумайте, у вас есть сервер. На этот сервер может подключаться через сайт HTTP, через закрытый сайт, защищенный сайт HTTPS, через FTP-сервер можете зайти, SMB-сервер, там, файловый сервер можете зайти, почту можете зайти, там, 25-е, 110-е, порт и так далее. То есть, один сервер может обслуживать несколько служб. И из этого через порты мы все это разделяем. Итак, возвращаясь к фреймворку Vertex. Что это такое фреймворк Vertex? Почему я его выбрал? Это фреймворк Vertex, который пишет компания Eclipse. это основано на библиотеке Netty. Netty это самая популярная библиотека, которая работает с сетями. Очень старая, популярная. Ну, вы можете его потом посмотреть. И в чем преимущество Vertex над другими системами? Он event-driven, то есть, вы можете много чего через event-ы делать. И non-blocking. Он не блокирует ваш поток. То есть, он в одном потоке асинхронно работает. Это сейчас новые технологии последние. И самое главное, он полиглот. Что такое полиглот, знаете? Много языков он знает. Вот, к примеру, у вас есть команда программистов. Вы там руководитель, да, вот сидит наш руководитель. Да, вот он. У него есть очень много программистов, да? Но у него одна проблема есть. Он набрал программистов, но он не учел одну вещь, что они в разных языках пишут. Кто-то на Java, кто-то на JavaScript, кто-то на Groovey, кто-то на Rubik, кто-то на Ceylon, кто-то на Skale, кто-то на Kotlin. Вот теперь у меня проблема. Как я буду объединять эти как JavaScript и Kotlin или Java объединить на JVM. Вот такие проблемы у него вышли. Вот для этого есть готовый такой фреймворк, это Vertex. На Vertex можно на любом из этих языков писать, и они объединяются в одну платформу. То есть вы можете в семи языках писать отдельные модули и собрать в одном проекте. Они будут работать без проблем. Так, вот sample как поднимается сервер. Как я говорил, давайте я вот это скачаю, возьму. В нашем проекте я создам новый класс new Kotlin класс. Название у него будет сервер. Вот он. Вставляю код, который скопировал из сайта. Окей? И смотрю, у меня там красный выходит, правильно? Вот они. название сервер. Вот, красный выходит. Теперь вы говорите, да, вы взяли из сайта готовый код поставили, он не работает. А я одну вещь не учел просто. Мне нужно было просто зайти, по-моему, Downloads. Как это же я должен подключить эту библиотеку, правильно? Я должен зайти Downloads. Ой, минутку. документ скажет где подключается Vertex Web. Вот этот подключается. Как он? Нет, минутку. Сейчас, давайте с нуля я с Home покажу вам. Так, вот, я здесь, я захожу документацию, ну, можно, можно попроще сделать. Говорю гуглу Mavion, я хочу Vertex подключить Web. Я же Web-сервер хочу поднять, правильно? Mavion, я через Mavion хочу поднять. Фреймворк у меня Vertex. Пишу Mavion Vertex Web. Даже Mavion он говорит, братан, вот, у меня есть репозиторий такой вид. Говорю, ну-ка, какой у тебя там стоит? Говорит, тут, какая версия тебе нужна? Последняя версия здесь написано 3.8.2, правильно? Я говорю, Mavion, мне нужен 3.8.2. Вот он говорит. Здесь он, копируй. Вот, он говорит, я скопировал, давай вставь свой проект. Я беру, прихожу в свой проект, открываю POM-файл, вот у меня dependencies, вот он dependencies, и в dependency enable of input всегда делается, он не будет мешать. В POM-файл я поставлю dependency, говорю, EO-Vertex группа, которую создала библиотека, называется VertexVert. И когда вы смотрите с правой стороны, вот он автоматически его включил. Он с интернета скачивает один раз, сохраняет на ваш компьютер. Следующий раз, когда вы эту библиотеку будете использовать, он с вашего компьютера его возьмет. вот почему у меня сейчас он быстро его показал, потому что он у меня есть. он будет скачивать. А у меня он не скачивает, почему? Потому что он у меня есть, он просто подключил. и на сервере, когда пройду, видите, красного цвета нет. Красного нет. Понятно? Так. Здесь какой-то вот код стоит, непонятный. Давайте посмотрим, что этот код... Попытаемся прочитать, что этот код делает. Пятая строка. Написано, что это сервер. Так. Шестая строка. Функция start. Значит, начинается что-то, да? Седьмая строка. Create HTTP server. А, значит, мы создаем сервер и это HTTP сервер. Не файловый сервер, не другой HTTP сервер. Так. Восьмой. RequestHander. Request, это что такое было? Запрос. У нас все веб-сервисы работают на запрос ответить, правильно? Вот. Request это запрос. А response ответ. Вот, значит, на request с мостовой строке я на девятой строке делаю response и говорю hello from vertex. Окей? Можно любое слово здесь написать. Кого напишем? Шаозон. Не, не так. Через... О, через вот. Вот так? Шаозон, шаозон. А, он так хочет. Окей. Hello from Шаозон написали. Вот. И двенадцатая строка, он говорит listen. Как вы знаете, сервера, они послушные. Что такое послушные? Они слушают только. Послушные, это значит, они слушают. Они не говорят, а слушают. Игра слот. Вот. И, да, игра слот. Они послушные на 80-м порту. 88 написано. Видите? У него номер порта 8080. Давайте попробуем его запустить. Ну, конечно, запустить vertex проект это не простая задача. Вам нужно будет еще одну головоломку решить. Это то, что чтобы вот эта зеленая стрелочка сработала. Видите, здесь нету зеленой стрелки. Вам нужно будет как-то его запустить. Первый вариант можно отсюда его запускать. Давайте я этот вариант тоже покажу. И потом я покажу, как через main функцию его запускать. Потому что оба вам понадобятся. Здесь вы делаете плюсик application. Здесь вы пишете там номеру в ваш сервер. Ну, я обычно вот так пишу. Почему? Я нажимаю U. Он сам говорит U, да? Говорит. Я нажимаю Tab. Он говорит U, да? Я нажимаю Tab. Он говорит Kotlin. Нажимаю Tab. Он говорит Server. Говорит Да. И Tab нажимаем. Ну, вы же знаете, что я линейный программист. А на самом деле сюда нужно было написать EO Vertex Core Launcher. Вот, просто I EO Vertex Core Launcher. А в третьей строке мне нужно было написать слово run пробел и мой класс. Ну, я сам класс у Jordan Kotlin Server проленился написать. Из этого я наверху его сгенерировал, скопировал и сюда вставил. Окей? А куда ничего? Вот. Здесь EO Vertex Core Launcher. а внизу Run пробел и ваш класс. Что открыть? Вы Add Configuration скачал? Да, да, да. Здесь Add Configuration плюс плюс потому что у вас вот это веб-литрально стоит. И просто нажми. А будет EO Vertex Core Launcher. Все. Так, давайте попробуем теперь запустить. нажимаем зеленую кнопку и ждем. Нажимаем зеленую кнопку и ждем. Вот, теперь смотрим, что здесь написано. Соксид и деплоин вертикал. Шазор, умеете работать в браузере? Депассивная задача. А хроме нет, да. Так, я пишу, я пишу, значит, мой IP 127.001 или можно просто написать localhost 2.8080 и смотрим, что произойдет. Вау! Поняли? Нет, подождите, у меня ругается ран провел ваш класс. Понятно? Да. меняю текст, меняю текст, перезапускаю, у меня вместо вас летят в него вопроситель не поставим, ладно, пусть. ты пока еще не доказал, прошу, что теперь делать. Так, обновляю страничку, вот он. А это не тяно, с чем-то это, с хп, когда пускали в себе внутри компьютера, то же самое почти там. Теперь смотрите разницу, я вам разницу расскажу. Я сейчас для сервера написал, написал вот вот столько кода, с 5-й строки по 14-й строки там. 10 срок кода я написал, да? А в php, чтобы ваш один код запустился, вам нужно на сервер установить Apache, потом php установить, потом загрузить вас файл, и потом он будет работать. А у меня он уже работает. У меня сервера нету. Я сам сервер.